Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по псалтире. И сегодня мы будем читать 79-й псалом. В православной толковой Библии нам предлагается информация Псалом предназначен для исполнения на музыкальном инструменте наподобие лилии, шошаним, эдув, записки, объявления, указывающие на особенное внимание, которое должно быть обращено современниками на этот псалом ввиду его важности. Здесь сдвоенное слово, шошаним и эдув, то есть это очень красивый инструмент. И он очень, вот этот псалом важный. Слово шошаним указывает на красоту орудия, скорее всего, на красоту звучания этого инструмента. А эдув, это подчеркивает важность этого псалма. Псалом написан певцом из поколения Асафа. Писатель молится за царство Израильское, над которым просит Бога проявить свое благоволение. Евреи подвергаются унижениям со стороны соседних народов. Вот такая тема этого псалма и надписание по саптуагенте в конец, то есть в этом псалме есть какие-то пророчества, которые относятся к последним временам, об имеющих измениться, то есть исправиться, откровения, то есть важный текст, Асафа, псалом. И давайте посмотрим, как это с еврейского управителю на лилиях свидетельство, то есть важное свидетельство от Асафа, псалом. И сам псалом, он небольшой, всего 20 стихов, и он начинает со словами «Пастырь Израиля, внемли, водящий как овцу Иосифа, сидящий на херувимах, явись». Здесь Господь изображается как пастырь всего еврейского народа, водящий как овцу Иосифа, то есть Иосиф — это как бы любимая овца Господа, и он же Бог есть, сидящий на херувимах. Здесь два обращения к нему. «Внемли, явись». Что значит «внемли», то есть услышь нашу молитву, а что значит «явись», дай нам вскоре знамение о том, что ты услышал наше моление. И это знамение может заключаться в той помощи, которую ты быстро нам пошлешь, или какое-то вразумление через пророков. «Пред Ефремом и Вениамином и Монасию яви силу твою и приди спасти нас». То есть Господь силенно обратится ко всему Израилю, каждому из колен. «Боже, восстанови нас и яви светлым лицо твое, и спасемся». Давайте посмотрим, как это звучит по-церковно-славянски. «Боже, обратины и просвети лице твое, и спасемся». Здесь явная есть аллюзия с благословением из Пятикнижия. Там есть текст, какими словами надо благословлять детей. «Господи Божий сил, доколе будешь гневен к молитве рабов твоих». Что значит «гневен к молитве рабов твоих»? Имеется в виду, доколе будешь молчать, и доколе никак не будешь реагировать на нашу молитву. «Будешь питать нас хлебом слезным». То есть, как человек хлеб вкушает ежедневно, а здесь имеется в виду хлеб слезный. То есть, даже вкушая хлеб, мы не будем чувствовать радости. Слезы, вот эта соленость, как хлеб солют перед вкушением, так наш хлеб будет омочен нашими слезами. «Будешь питать нас хлебом слезным и поить нас слезами в меру». Что значит «в меру»? Феодорит Кирский из Зигабен пишет «соизмеряй наказание со грехами». Ну, тогда непонятно, а почему-то это возражение, доколе. Если Господь соизмеряет наказание с грехами, это, казалось бы, уже неплохо. Но на самом деле мы не можем перенести этого. И мы просим Господа, чтобы он соизмерял наказание не только с нашими грехами, но и проявлял бы милосердие по отношению к такому нашему настоящему состоянию. «Сделал нас предметом спора для соседей наших, и враги наши позорят нас». Что значит «сделал нас предметом спора». Может быть, спор, который ввелся между ассирийцами и вавилонянами, кому должны принадлежать евреи. Потому что Ассирия напала на еврейский народ, потом повелоняне. Вот они пытались и захваченных людей раздербанить между собой. Как сейчас и, с одной стороны, Америка свои какие-то права высказывает, а с другой стороны Евросоюз. И вот они спорят, кто как бы должен господствовать над нами. «Сделал нас предметом спора для соседей наших, и враги наши позорят нас». То есть соседи как бы хотят присоединить наши земли к своим, а враги просто подносят нас. А зачем они это делают? Они враги, поэтому они так поступают. Это очень легкое объяснение. На самом деле все не так просто. Блажен Августин пишет, что мы не любим тех, то есть являемся врагами тех, кому делаем зло. То есть человек, когда проявляет враждебность другому человеку, он сначала створил какое-то зло по отношению к нему. А потом, чтобы оправдать это зло в своих собственных глазах, он начинает наговаривать на нас, позорить нас. С одной целью как-то оправдать то зло, которое он уже сделал. Поэтому выход из такого состояния очень легок. Если ты испытываешь враждебность к человеку, знай, это по твоей вине. Ты сделаешь что-то плохое по отношению к нему. Сделай что-то хорошее, и ты начнешь ценить этого человека. Может быть, даже полюбишь его. Господи Божий сил, восстанови нас, яви светлым лицо Твое и спасемся. То есть мы не можем жить, невзирая на лице Божие. А как можно видеть лицо Божие? Сказано, чистый сердцем Бога узрит. Имеется в виду, что мы должны видеть действия Бога в истории. И в истории каждого из нас. Отдельно взятого и целого нашего народа. «Виноград из Египта ты перенес, изгнал народы и насадил его». Здесь напоминаются эти события, которые были в древности. «Ты приготовил ему путь, имеется в виду по Зигабену, истребив народы, населявшие Палестину. Посадил корни его, и он напоил землю». А как это связано? Значит, и он, этот народ, который Господь поместил в святой земле, напоил землю. У евреев есть такое представление о том, что вот в Библии говорится о том, что дождей не было. Поднимался пар какой-то, потом он опускался в виде росы. Почему? В понимании древних экзегетов дождь – это ответ на молитву человека. И когда человек начинает молиться, он напояет землю. Напояет землю. Это с одной стороны. Но есть другое прочтение. «Посадил корни его и наполнил землю». То есть ими. То есть они расплодились. Но они расплодились, потому что они вымаливали урожай, а не бывает урожая без дождя. «Тень его покрыла горы, и ветви его закрыли кедры божии». Образ кедра, особенно кедра ливанского, он связан с тем, что это как бы такое царственное дерево, но связан с тем, что в Палестине нет более высоких деревьев, чем кедры. «Простер он отрасли свои до моря и лозы свои до рек». То есть весь народ Божий выглядит как некое древо, разросшееся, как рощи кедров божьих. «Для чего же ты снял ограду его? Так что обрывают его все проходящие путем. Повредил его лесной вепрь, и одинокий дикий зверь поел его». То есть все нападают на эту кедровую рощу народа Божия. «Божий сил, обратись и посмотри с неба, и узри, и посети виноград сей». Эти слова мы слышим во время архиерейского богослужения. «И соверши то, что насадила десница твоя». Это продолжение этих слов. «Посмотри и на Сына Человеческого, которого ты укрепил себе». Здесь под Сыном Человеческим в понимании Афанасия, Феодорита, Августина, Зигабена, разумеется, Сын Божий, Господь наш Иисус Христос, которого ты укрепил себе, то есть в котором ты проявляешь свое могущество в этом мире. Действительно, Христос останавливал бурю, исцелял больных, воскрешал мертвых». И далее говорится опять о состоянии этой кедровой рощи народа Божия. Он, то есть вот этот виноград Божий, этот остров из кедров, пожен огнем и взрыт от запрещения лица Твоего, все погибнут. То есть, если ты строго посмотришь хотя бы на наших врагов, от прещения лица Твоего, все их враждебные действия против виноградника Божия, против кедровой рощи Божией прекратятся. «Да будь же рука Твоя над мужем десницы Твоей». А мы знаем, что Христос вознесся на небеса и воссел, одеснуя Бога Отца. Он и есть муж десницы Бога Отца. «И над Сыном человеческим, которого ты укрепил себе», то есть в котором Твоя величие, в котором Твоя власть. «И мы не отступим от Тебя, оживи нас, и будем призывать имя Твое, Господи, Божий сил, восстанови нас, иви светлым лицо Твое, и спасемся». Почему здесь мольба «оживи», «оживи», «восстанови» имеется в виду, что высказывается неудовлетворение тем состоянием, в котором народ Божий оказался. Вот этот виноградник Божий, вот эта роща кедровая. Только те силы, которые проистекают действия благодати от Сына Человеческого, Сына Божия, Иисуса Христа, могут оживить и восстановить нас. Надо прямо сказать, что во всех отношениях это, конечно же, мессианский псалом, поэтому в надписании мы находим слова «в конец», которые отцы истолковывают как указание на пророчество о грядущих событиях. «В конец» «В конец» Продолжение следует...